К другим темам. Жители Нижней Санебе волнуют проблема отсутствия детского сада. Число детей дошкольного возраста в селении уже перевалило за сотню. Ежедневно родителям приходится отвозить детей в городские детские сады. Наша съемочная группа попыталась выяснить, когда решат проблему. Подробнее в материале Николаса Джоева. У Нати и Елоевой пятеро детей. Двое из них дошкольного возраста. Семья дружная, друг другу помогают по хозяйству. Старшие дети присматривают за младшими. Но есть и проблемы. Нет возможности дать детям дошкольное образование. Семье сложно на общественном транспорте возить детей в детский сад Владикавказ. Очень много маленьких детей. И некуда их пристроить. Сидят дома. И многие родители не имеют возможности выйти на работу. Из-за того, что некуда детей девать. Семья Елоевых не единственная в Нижней Санебе. Кого беспокоит проблема отсутствия детского сада. Глава сельского поселения Федор Химчагов говорит, что селение быстро разрастается. И число детей дошкольного возраста уже перевалило за сотню. У нас очень много детей дошкольного возраста. Более 150. Детей, которые нуждаются, чтобы в селе был детский сад. Многие люди возят детей в город. Детские сады. И в итоге они остаются там и в школу. Там туда и поступают. С проблемой отсутствия детского сада в Нижней Санебе знакомы и в общероссийском народном фронте. Глава регионального исполкома Клим Галиев говорит, проблему необходимо решать в кратчайшие сроки. Сегодняшний мониторинг показал, что проблема реальная. Она очевидная. Ее надо решать. Мы со своей стороны будем содействовать решению этой проблемы. И будем обращаться и руководству района, и министерству образования о том, чтобы в ближайшие планы включили строительство детского сада в селение Нижняя Санеба. Когда решат проблему в Нижней Санебе, мы решили узнать у главы администрации пригородного района Руслана Есиева. В телефонном разговоре он сообщил, что в решении этого вопроса район проводит активную работу. Когда будет детский сад построен в Нижней Санебе и включен ли он в программу? Он, детский сад будет построен в 2021 году. В этом году завершается уже и будет сдача подготовлен фельдшерский акушерский пункт, а в следующем году детский сад. На сколько мест будет рассчитан? На 120 мест. Поэтому у жителей селения все же есть надежда, что в скором времени проблему удастся решить. Николай Жуев, Зарукудзаев, Новости сети.